Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! Сегодня в эфире программа «Политэкономика для всех». В этой программе мы говорим о политике, в этой программе мы говорим об экономике и их взаимосвязи. Ну и как уже по старой нашей доброй традиции, мой соведущий в студии Валентин Юрьевич Катасонов. Добрый день, здравствуйте. Валентин Юрьевич, ну тут не будем долго представлять, все и так уже все хорошо знают. Начнем, как говорится, сразу к делу. Вот не так давно произошло такое событие, которому даже мы посвятили внимание, это изменение учетной ставки ФРС. Это выросла учетная ставка. Ну, этот механизм применяется, когда в экономике все хорошо и надо немножечко ее притормозить. То есть, все замечательно. Ну вот, ФРС подняла учетную ставку на какие-то совершенно символические четверти процентного пункта. То есть, это особо незаметно. Но, тем не менее, стали буквально через месяц после этого звучать странные голоса. Они вестили отрицательную процентную ставку. То есть, даже этот мизер, даже эта соломинка вдруг закачала этого американского финансового колосса. Это действительно так? Или же это просто какие-то медийные интервенции, как мы говорим? Вы знаете, ожидали действительно, что это каким-то образом повлияет на сдерживание, будем так говорить, спекулятивных трендов. Потому что Америка жила многие годы практически на бесплатных деньгах. Бесплатные деньги, они сразу создавали два основных негатива. Первый негатив – то, что с помощью бесплатных денег финансовые спекулянты накачивали пузыри на фондовом и других финансовых рынках. И, во-вторых, то, что фактически развращался реальный сектор экономики. Он привык уже жить на бесплатные деньги. Так вот, получилось следующее, что эта прибавка в четверть процентных пунктов, она почти никак не повлияла на тренды надувания вот этих самых финансовых пузырей. Но в то же время она не сумела не только как-то мобилизовать реальную экономику, а наоборот создала некоторые тренды такие, связанные с замедлением. То есть реальный сектор начал вот это? Да, да, да. Даже одна четвертая процентных пункта для него оказалась непреодолимым барьером. То есть это, знаете, это уже как инвалид, который уже не может даже ногу поднять или руку. Ну вот в настоящее время уже в ряде европейских стран идет речь о том, что ввести надо отрицательную процентную ставку для того, чтобы стимулировать именно инвестиции в производство, в реальный сектор и так далее, и так далее. Но отрицательная процентная ставка это уже вообще очень опасная вещь, потому что в данном случае спекулянты получают ну просто карт-бланш на дальнейшие спекуляции. Понимаете, в принципе, можно было бы и нужно было бы вводить, наверное, нулевой процент или даже отрицательный процент. Мы все время вспоминаем гейзелевские деньги, и некоторые говорят, вот давайте, значит, реанимируем эту идею свободных денег, гейзелевских денег. Я говорю, ну совершенно другие условия, потому что в условиях 20-30-х годов, когда создавались вот эти гейзелевские деньги, тогда не было таких финансовых рынков. Сегодня, чтобы вы не создали, все со списком уходит на финансовые рынки. Понимаете? И реальная экономика от этого не становится живее. Вот в чем вся проблема. Для того, чтобы вот использовать свободные деньги, бесплатные деньги, беспроцентные деньги, надо кардинальным образом, значит, навести порядок на финансовых рынках. Это я мягко выражаюсь. Ну, мягко, если жестче, то это запрет судного процента. Нет, жестче, ну, мы с вами как раз и говорим о том, что это беспроцентные деньги. Но беспроцентные деньги не работают сегодня, потому что сегодня экономика гипертрофированная. Когда мы говорим экономика, мы должны все время ставить в кавычки это слово, потому что это финансовый мир. И вот эта продукция печатных станков, она уходит ведь не в машиностроение, не в сельское хозяйство, не в добывающую промышленность. Все это уходит на финансовый рынок. Ну, правильно, там рентабельность. Вот о том и речь, о том и речь. Поэтому, значит, даже отрицательный процент, он не оживляет реальный сектор экономики. Для этого надо либо вообще, значит, резко ограничить возможности финансового, вот этого рынка и финансового сектора, либо, значит, поставить совершенно какие-то жесткие шлюзы и барьеры между реальной экономикой и финансовой экономикой. Ну, пусть себе там резвятся люди не вполне здоровые, которые привыкли, значит, существовать в условиях азартной игры. Валентин Юрьевич, у меня вот можно, я сделаю вот такое допущение, скажем так, рецепт от Бощенко, как выкрутиться из этой ситуации. А вы, собственно, возразите, либо поддержите меня. Мое предложение сводится к тому, что необходимо национализировать финансовую сферу и присвоение судного процента сделать общественным. То есть, когда добавочная вот эта финансовая маржа, она становится не достоянием частных лиц, а достоянием всего общества в целом. То есть, и потом уже перераспределяется на значимые инфраструктурные проекты с высоким мультипликатором. То есть, грубо говоря, национализация банков. Ну, это само собой. Без национализации банков... То есть, вы поддерживаете это? Ну, а как же, понимаете, ведь это вопрос власти. Это вопрос власти. А власть находится у хозяев денег. Вы знаете, вот в этой студии не так давно Леонид Пайдеев сказал, что первая власть в России – это Центробанк, и Эльвира Набиулина во многих вопросах даже ее слово весомее слова Путина. Ну, в данном случае я хочу сказать, что Эльвира Набиулина, она сама ничего не произносит. Она только озвучивает. Ну, понятно. Она озвучивает. Она озвучивает, и, безусловно, что... Те, кто говорит ее устами. Их слово весомее слово Путина. Там есть определенные цепочки информационных и вербальных посредников. Я не буду сейчас говорить, откуда начинается эта цепочка. Она начинается из океана. А Эльвира Набиулина, она девушка, которая сидит в валютном обменнике. И ее не готовили для серьезной работы, для действительно формирования суверенной денежно-кредитной политики. Она просто вот играет по определенным правилам. То есть, говорить о суверенной демократии, как у нас не так давно любили говорить, без суверенитета над финансовой системой, то есть, национализации банковского финансового оборота, бессмыслится. Ну, понимаете, деньги – это ведь кровеносная система экономики, организма. И если она не принадлежит обществу, то, безусловно, что те, кто обеспечивает циркуляцию этой крови и вообще создание этой крови, они контролируют весь организм. И надо сказать, что в средние века, даже в средние века, схоласты, еще римо-католические схоласты говорили. Я нашел соответствующие цитаты на этот счет. Они говорили, что деньги – это общественное достояние. Ни в коем случае деньги не могут быть частными. Потому что, если они станут частными, тогда, собственно, под угрозу становится здоровье и само существование общества. Поэтому это настолько очевидная вещь. Ну, столько лет существовало общество. И что? Существовало вот на принципах частного присвоения судного процента. И ничего себе существовало. Ну, так ничего существовало. Понимаете, вы меряете категориями десятков лет. На фоне истории человечества это миг, понимаете. И, собственно говоря, существовало. Ну, подобно тому, как, предположим, человек, который в день выпивает по бутылке водки. Некоторое время он даже может охракориться и говорить, а ничего, существую. Ну, вы же сами понимаете, рано или поздно этот человек обречен. Так и здесь, понимаете. Сейчас пришло время. Ну, мы вспоминали тут в этой студии Карла Маркса, который очень витиевато в капитале сформулировал закон тенденцию норм прибыли к снижению. Вот сегодня мы фиксируем, что это снижение дошло до нуля и даже до отрицательного значения. Произошло перепроизводство денег. А как это случается с перепроизводством любого товара, значит, по мере наращивания вот этого избытка цена падает на этот товар. Но есть еще один способ разрешения этого конфликта. Сжечь этот товар. Может быть, в горниле Третьей мировой войны, о которой не так давно сказал премьер. Ну, на самом-то деле, хозяева денег уже знают об этом способе и даже готовят его. И мы с вами отчасти обсуждали эту тему. Во-первых, можно сделать полномасштабную войну. Но, правда, сегодня в условиях существования ядерного оружия это страшновато. Это страшновато. Это знаете, как лечить примерно головную боль гильотиной, да? Вылечит гарантированно. Да, да, да. Вылечит гарантированно. Поэтому сегодня отрабатываются некие более мягкие, щадящие методы выхода из этой ситуации. Но вот мы с вами обсуждали 11 сентября 2001 года. Ведь, по сути дела, объявлена война некому мировому терроризму, который культивирует хозяева денег. И я думаю, что в один прекрасный момент они могут просто организовать глобальную денежную реформу. Грубо говоря, вот тот денежный навес, который образовался в результате непрерывной работы печатного станка ФРС, он был уничтожен в процессе реформы. Вот здесь вы произнесли просто, на мой взгляд, ключевую фразу – создание, проведение глобальной денежной реформы. А глобальная денежная реформа подразумевает и создание новых финансовых институтов, новых правил, или же вообще создание единого финансового такого... Вы знаете, по этому поводу идет острая закулисная расприя. Причем эта закулисная расприя, она уже насчитывает историю в десятки лет. Собственно, впервые мы видели эту расприю на Бреттон-Вудской конференции, 1944 год. Американский проект Гарри Убайта – это, значит, печатный станок ФРС, который обслуживает не только американскую экономику, но и обслуживает весь мир. То есть здесь формально как бы национальная денежная единица, которая параллельно еще и обеспечивает весь мир. И, естественно, что формально, чисто де юре формально, это вроде как национальный печатный станок. Позиция английской делегации была другая. Джон Мейнард Кейнс говорил, что давайте мы выстроим систему многосторонний клиринг, фактически наднациональный центральный банк, который будет выпускать денежную валюту наднациональную. Не денежную единицу типа доллара или фунта стерлингов, а именно наднациональную денежную единицу под названием банкор. Хозяева денег на тот момент сочли, что это вариант опасный, потому что, как ни крути, ни верти, центральным банком глобальным или мировым будут управлять на паритетных началах многие страны. Тогда же создавалась Организация Объединенных Наций, поэтому они решили, лучше синиться в руке, чем журавль в небе, лучше пусть будет наш вот этот частный станочек ФРС, и мы будем обеспечивать весь мир зеленой продукцией. Вот сегодня, собственно говоря, эти две модели, эти два проекта, они по-прежнему продолжают конкурировать. Валентин Юрьевич, ну вот смотрите, есть пример более ранний, скажем так, более близкий к нам, это история создания Амера, то есть некой валюты, которая наднациональной должна была объединить все страны Северной Америки, то есть Канада, США, Мексика. То есть, и причем Буш ездил уже на эти переговоры, там, значит, и канадский премьер, и мексиканский президент, то есть все собирались и уже на полном серьезе обсуждали, и были разработаны проекты этих денег, но, тем не менее, проект не пошел. Ну, примерно здесь алгоритм такой же, как, скажем, в случае европейской интеграции. Сначала был торговый союз, потом экономический союз, потом заговорили о валютной интеграции, появилась сначала денежные единицы виртуальные, потом появились уже денежные знаки евро. Ну вот, НАФТА, как вы знаете, это североамериканская интеграционная группировка, включающая Соединенные Штаты, Канаду и Мексику. Ну, предполагалось, что вроде она должна развиваться и войти вот в эту фазу валютной интеграции. То есть это как бы наднациональная региональная денежная единица. Это не глобальная днациональная. А сейчас речь идет о глобальной? А мы-то с вами обсуждали вопрос, вот в 1944 году Кейнс предлагал именно создать единую для всех стран наднациональную денежную единицу. Ну, может, это и неплохо? Банкор. Может, это неплохо, если будет единая для всей планеты единая денежная единица? Ну, вы понимаете. Хотя я понимаю, что главный вопрос, а кто будет ее имитировать? Только извините, деньги – это важнейший атрибут и неформальный атрибут национального суверенитета. Если человечество готово отказаться от национального суверенитета, я лично не готов. И я первый буду протестовать против этого проекта. То есть главный враг тех, кто хочет вот этой новой финансовой перезагрузки – это национальные элиты, которые отстаивают национальные интересы. А главные друзья – это космополиты, которые готовы, что называется, сливаться в экстазе с кем угодно. Космополиты, они этот проект имеют в виду. Но просто они понимают, что до поры до времени этот проект им не по зубам. Не по зубам, понимаете? Но как же они тогда из этого кризиса будут выходить? Ну, вы знаете, они и сами не знают, как они будут выходить. Давайте вернемся к сегодняшним событиям по поводу повышения на четверть процентной ставки Федеральной резервной системы. Сегодня выясняется, что это повышение не оздоровило американскую экономику. Реальный сектор, он скорее даже стал хуже себя чувствовать. А пузыри продолжают потихоньку надуваться, надуваться, и все это приобретает уже зловещее очертание. Поэтому сегодня уже достаточно авторитетные эксперты говорят, этого не надо было делать. И, что удивительно, неожиданно, значит, некоторые аналитики и экономисты из банков Уолл-стрит вдруг неожиданно заговорили, как бы рассуждая вслух, а может быть, нам посмотреть на европейский опыт? Может быть, в Федеральной резервной системе стоит перейти на отрицательный процент? Ну, вот я недавно выступал по этому поводу и сказал, что последним центральным банком, который примкнул к клубу отрицательного процента, это был Банк Японии. С 1 февраля он тоже стал использовать отрицательный процент по депозитным счетам. Я сказал, что, скорее всего, следующим будет Банк Англии, потому что руководство Банка Англии несколько раз озвучивало свой интерес в отношении этого эксперимента. Ну, правда, они больше смотрели на ЕЦБ, который тоже уже работает с отрицательным процентом. И тоже кое-что на этот счет заявлял Центральный банк Норвегии. Поэтому я никак не ожидал, что Федеральная резервная система может тоже пойти на такой эксперимент. Но, правда, Елен сказала, что закон о Федеральном резерве не позволяет работать с отрицательным процентом. Но уже несколько народных избранников в Конгрессе США сказали, что они готовы поддержать эту инициативу и внести поправки в закон о Федеральном резерве. То есть, интересная там интрига закручивается. Вот, знаете, мне хотелось бы на вот то, что Вы сказали, возразить одной такой короткой тирадой, которая часто встречается в интернете. Звучит она примерно так. Экономика Америки тяжело больна. Экономика России легко умерла. То есть, не говорили... Вы знаете, у меня буквально вчера вышло интервью, которое я давал в Ростове-на-Дону. Ну, интервью названо так, по духу моих ответов. Интервью названо так. Мы тяжело больны, но они уже умерли. Ну, вот видите, я прочитал. Но они уже умерли. Так что тут оценки нас и расходятся. Давайте так. Так, вот, всё-таки, не является ли вот то, что мы говорим сейчас о серьёзном кризисе в Соединённых Штатах, всего лишь, ну, как бы, утешительным таким разговором, если оглянуться на нашу экономику, которая просто находится в плачевнейшем состоянии и финансово-экономическом. Вот, то есть, может быть, они ещё будут тяжело болеть лет 20-30, как на ваш взгляд? Ну, вы знаете, мы своим непониманием ситуации пролонгируем их жизнь. Мы виноваты в том, что они до сих пор не могут нормально, спокойно умереть. Я объясняю свою позицию. Значит, в Ростове-на-Дону я просто объяснял заместителю главного редактора их газеты, бизнес-газеты, о том, что западная экономика, она, собственно говоря, никуда не растёт. Она падает. И, собственно, математика простейшая. Берём, скажем, 2015 год. Прирост показателя ВВП по любой стране Запада. Соединённые Штаты, Германия. И берём прирост долга. Прирост долга на порядок превышает показатель прироста ВВП. Куда двигается экономика? Понимаете? Это же зазеркалье. Она двигается, но мы-то закерематизированы. Понимаете, любой экономист знает, что есть баланс, есть обязательства, есть требования, есть активы, есть пассивы. Нам показывают только половину баланса, а вторую закрывают. Давайте мы посмотрим баланс. Понятно. Хорошо. Валентин Юрьевич. Так что в этом смысле я посчитал и по России. Да, мы тяжело больны, но, извините, у нас прирост долга отстаёт от прироста ВВП. Или падение ВВП происходит на фоне сокращения долга. Вот это интересная математика. И я предлагаю, если мы говорим об экономике, пользоваться балансовым методом. Хорошо. Валентин Юрьевич, ну вот давайте немножечко тоже взглянем чуть назад и рассмотрим предыдущий кризис. Я хотел бы ещё сказать, мы в этом и виноваты, потому что мы кредитуем беспроцентно и бессрочно полного банкрота. Мы виноваты. Конкретно можно сейчас обсуждать кто, но Набиулина, которая, собственно говоря, рулит Центральным банком. Она не рулит, вы сами сказали, что она исполняет. Исполняет обязанности руличего, да. Да. Вот. Но вот такая интересная тут парадоксальная картинка, что мы пролонгируем жизнь вот этого смертельно больного пациента. Хорошо. Но я не говорю, что мы здоровы. Вот только... Вот давайте про здоровье российской экономики чуть-чуть. Вот это да, это интересно, да. Значит, мы все помним кризис 2008-2009 года. В общем-то, тогда были тоже, звучали апокалиптические такие настроения, что всё пропало, но вот сейчас всё развалится и так далее, и так далее. Однако прошло год-полтора, и всё как бы наладилось, и снова всё задышало. Не считаете ли вы, что вот и нынешний кризис, ну вот сейчас, как бодро заявляет правительство Медведева, ещё чуть-чуть полгодика потерпеть, и всё оно рассосётся? Рассосётся. Это такой же кризис? Нет, 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 рассосаться не может никак. Понимаете, мы вышли достаточно сухими из воды, благодаря тому, что у нас были достаточно большие суммы валюты в резервном фонде. Тогда он назывался стабилизационный фонд. Несмотря на то, что те деньги, которые мы давали ВЭБу и другим банкам, они были в значительной степени разворованы. То, что они ушли на финансовый рынок, я называю прямым разворованием. Тем не менее, всё равно мы сумели всё-таки, несмотря на низкий КПД вот всех этих вливаний, сумели как-то сохранить многие системы, образующие предприятия реального сектора экономики. Сегодня глубина кризиса будет более серьёзной, вторая волна, а резервы у нас намного более скромные. Они у нас уже сейчас ставят. Они у нас ставят, я имею в виду резервный фонд, фонд национальный. То есть, кризис будет углубляться? А куда? Он никуда не девался. Понимаете, кризис, вы его называете структурным, я его называю долговым кризисом. Потому что вот долговая пирамида, она сегодня выше, чем в 2007 году, накануне первой волны. И все относительные показатели, скажем, долг совокупный мировой, долг Китая, долг США, долг Европейского Союза по отношению к совокупному ВВП, сегодня существенно более высокие показатели, чем в 2007 году. В данном случае, слава богу, мне не надо было лично ничего читать, потому что это сделала компания McKinsey. Я на неё много раз ссылался. Валентин Юрьевич, в завершении нашей программы я хотел бы ещё затронуть одну тему, которая, я думаю, заинтересует наших зрителей. Звучит она так. Правительство Медведева предложило антикризисный план. Насколько он хорош, насколько он радикален, и как в соотношении с этим планом можно рассматривать то, что предлагает советник президента Глазьев. То есть, его шаги. Вот если взять, сопоставить план правительства Медведева и план советника Глазьева. На ваш взгляд, всё-таки есть в этих планах какое-то здравое зерно и в каком? Ну, я не вижу никакого здравого зерна в так называемом антикризисном плане Медведева, потому что вся борьба с кризисом, она сводится к тому, что из бюджета просто выделяют какие-то деньги на то, чтобы там заткнуть самые главные дыры. Хотя, даже если мы будем вспоминать антикризисную программу прошлого года, ровно год прошёл. Столько уточнений. Дыры где? В карманах друзей чьих-то? Ну, вы знаете, если говорить по антикризисной программе прошлого года, то, значит, примерно 75, а то и 80% общей суммы, она тогда превысила 2 триллиона рублей, были направлены в банковский сектор. И под дырами имелось в виду, значит, докапитализация кредитных организаций. То есть, тем, кто грабил промышленников, давил реальный сектор, чтобы они не померли, им ещё далее, чтобы они ещё дальше продолжали. Да, фактически спасали паразитов. Поэтому, конечно, такая антикризисная программа, она ещё только больше нас загоняет в угол. В этом году я... Тогда, получается, и правительство у нас делегировано как раз этими паразитами. Ну, а как же? Это же колониальная администрация. Понимаете, а паразиты, они обслуживают митрополию. Мы же с вами обсуждали эти все схемы. То есть, деньги выводятся на Запад, деньги выводятся в офшор. Фактически, это уже отрезанный ломоть. И что, Путин этого не видит? Ну, понимаете, судя по всему, наш президент не обладает достаточными возможностями для того, чтобы как-то остановить этот процесс. Вот буквально вчера тут... Ну, какие возможности достаточно указ выпустить, обратиться к людям в телевизор, и его поддержат очень многие. Естественно, да. Я как раз сказал, что... Но это вопрос воли. Да, вопрос воли. Ну, мне трудно говорить, что сдерживает президента. Я думаю, что он должен понимать такие элементарные вещи. Является ли это фамилия, сдерживающая Киссинджера? Если мы вспомним недавний визит Киссинджера, 90-летнего политического деятеля через океан, в общем-то, немолодого человека, а в Москву для того, чтобы пару часов за закрытыми дверями о чем-то поговорить с Путиным. Я думаю, Игорь Валентинович, что это просто один из способов доведения до сведения президента того, чего от него ждут хозяева денег. Есть и другие каналы. Ну, просто это видимый канал, но я думаю, что есть и невидимые каналы. То есть, в таком случае, если мы говорим, что у нас нет экономического суверенитета, а рубль – это всего лишь чек на получение доллара, а если мы говорим, у нас нет информационного суверенитета, потому что наши информационные каналы, они все под контролем зарубежных медиахолдингов, так или иначе, где через деньги, где через еще какие-то схемы. И у нас фактически нету, получается, и суверенитета управленческого. То есть, мы вообще не суверенные, абсолютно страна. В общем-то, я в пределах своей компетенции, я все-таки за экономикой слежу, за финансами, я там не вижу никаких даже признаков суверенности. Ну, не вижу никаких. Может быть, в области внешней политики, военной политики такие признаки суверенности есть. Хотя у меня вообще иногда закладывается такое ощущение, что нас затянули в Сирию без какого-либо тылового обеспечения, для того, чтобы где-то как-то развести, использовать, может быть, просто использовать как пушечное мясо. Ну, или использовать, чтобы мы побольше истратили боеприпасов в случае каких-то событий, чтобы мы... Хотя, безусловно, здесь есть и плюсы, но я здесь как дилетант рассуждаю. Безусловно, то, что наши военные тренируются в Сирии, это, конечно, большой плюс. Вот. Но в целом я не специалист в области военного дела, поэтому все-таки думаю, что пусть ваши гости, военные эксперты, расставят точки над... Вот, кстати, у нас сегодня была тоже запись с Маратом Мусиным, он только что приехал из Сирии, и буквально вот после нашего интервью на следующий день выйдет интервью с Маратом Мусиным, как раз по сирийской ситуации и вот тому клубку проблем. Но, Валентин Юрьевич, конечно, картина, которую вы нарисовали, достаточно безрадостная, вот, потому что, исходя из нее, получается, что хороших-то выходов нету из этой ситуации. Ну, я, пожалуй, все-таки один позитив озвучил. Я сказал, что если мы тяжело больны, то они уже умерли. Вот, понимаете, я всегда кончаю любую нашу передачу вопросом духа. Понимаете, дух первичен. Мы даже не осознаем, что мы... Ну, подождите, подождите, они умерли, но они мертвые и продолжают рулить живыми. Получается так, получается так. То есть, нам нужен дух, чтобы избавиться от мертвой хватки. Совершенно верно. И те, которые тоже наберут. Ну, это образно выражаясь, мы с некими мертвецами воюем. Но при этом мы их страшно боимся. Мы их страшно боимся. Ну, в фильмах так и полагается. Зомби надо бояться. Да, да, да. И мы недооцениваем свои возможности. Поэтому, да, я понимаю, что мои выступления иногда вызывают сок, но, понимаете, я врач-диагност. Я врач-диагност. Ну, вы же понимаете, что если не будет правильный диагноз, мы никогда не сможем обеспечить лечение и выздоровление. Поэтому, может быть, это жестко. Может быть, не всем это надо говорить. Иногда, знаете, говорят родственникам, а не пациенту. Но в данном случае я, наверное, не очень тактичный человек. Я говорю всем. Без разбору. Но все-таки вот такой диагноз я вынужден ставить. Ну что ж, огромное спасибо. Да, действительно, сегодня получилось относительно непродолжительное, но, на мой взгляд, очень насыщенная беседа, насыщенная мыслями и глубоко идущими выводами. И главный из них следующий. Зомби среди нас. Зомби не в том виде, как это рисуют американские триллеры. Зомби экономические и их исполнители. Вот, собственно, нам главное, как в любом таком тяжелом фильме, найти в себе силу воли, найти силу духа и разрешить эту дилемму. Как ее будем разрешать? Это, в общем-то, каждый решает сам для себя. Ну а мы продолжаем вас информировать и показывать скрытые механизмы финансов, денег, политики, экономики. Скрытые механизмы, которые крутят наше общество. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете их видеть. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...